Люди не должны выбирать мэров крупных городов. Вернее, как? Это должны быть люди, которые заседают в парламенте. Тогда нормально. Таково мнение депутата от Демпартии Сергея Киселева. На Плохотнюковском телеканале Prime он заявил, что лишение бельчан права избирать мэра – это его мнение, как бельчанина. Я вообще считаю, мое личное мнение, а не мнение демократической партии, что такие города, как Кишинев и Бельцы, мэры, примары этих городов, они должны назначаться парламентом или правительством непосредственно. И только тогда будет порядок, будет выделен определенный срок, 4 года на 5 лет. Передачу на телеканале Prime «Проблемы Бельц», кроме Киселева, обсуждали два кишиневца – главный редактор газеты СП Вячеслав Перунов и бывший директор ДРСУ Сергей Пчела, присоединившийся в конце прошлого года к Плохотнюковскому улью. Пчела повторил свои сказки о Николае Григоришине, озвученной им в недавнем интервью. Ваше интервью, где вы говорили о том, что вот эта команда и лично Ренат Усат, они выходцы из криминалитета. И вы опирались на какие-то свои данные. То есть вы можете это сейчас подтвердить? Ну, безусловно. Это значит, где-то мы познакомились в 90-х годах, будем говорить так, поближе. Я возглавлял в то время управление организованной преступленности по сфере Молдовы. И все лица, которые там были более-менее такие замеченные в этих ситуациях, они у нас проходили как подучетными и прочее. То есть они были в нашем внимании. Значит, что касается Рената, он был студентом, где-то он там бегал вокруг этих, ну, так, на таком уровне. Чтобы сказать, что он там совершал какую-то супер, конечно, это будет не так. Потому что мы безусловно... Про Григоришина тоже нельзя сказать, что он был... Про Григоришина я могу сказать другое, что он участвовал в этих... После того, как вот со своим тестем, значит, тест его входил в группу, так называемой еврейской группировки, где они решали судьбы людей. Значит, Коля Григоришин уволился тогда с армии. Приходил там, ходил там, иди подай, иди принеси. В то время он был такой. Вот его, будем говорить так, потолок этому всему. Этим горе полицейским, который... Как его фамилия этот? Большой, толстый этот... Пчела, который... Который спросите в Бельсах, кто такой пчела, и у всех это сразу же... Это тот человек, который когда-то в 90-е годы останавливал фуры с товарами, их забирал, потом эти фуры пропадали непонятно куда. То ли он отдавал их государству, надо спросить, кстати, тогда в то время у министра МВД поступило в казну что-то от конфискованных товаров у людей с рынка овощного, который сегодня торгует на оптовой торговле. Просто выйдите и спросите, кто такой пчела, и вам все станет понятно, кто такой пчела. Примечательно, что воспоминания нахлынули на Сергея Пчелу после того, как он начал работать с Демпартией. Но до этого тот же человек расхваливал команду нашей партии и принимал дорогие подарки от Рината Усатова. Например, внедорожник «Тойота». В глаза бросается режиссура передачи на Прайме. Аплодисменты студии постоянно сорвали демократы с критикой Усатова. А Вячеслав Перунов, старавшийся говорить объективно, был ими обделен. Вы видите эту ситуацию, которую я имею в виду с дорогами, с инфраструктурой, с мусором. Вы согласны, что это катастрофа? Нет, я не согласен. Это нормально? Нет, это не нормально, но я не согласен, что это катастрофа. Я думаю, что журналисты, в частности вашего канала, очень очерняют это, приукрашиваются. Что значит приукрашивать, Слава? Наоборот. У тебя нет машины, если ты приехал один раз на машине. А может, это был фотошоп? Нет, это был не фотошоп, но я бы не сказал, что это так разительно. Мы же не съединить сюда приезжали. Во-первых, искусственно создан был мусорный кризис, сейчас мусорного кризиса в городе нет, это раз. Во-вторых, с дорогами в Бельсак всегда была проблема и при Панчуке, и при Танчуке. Но такого не было, Слава, не надо. Такого, сейчас, случился казус, случился казус. Когда Ренат Георгиевич сказал, я закатаю вас в асфальт. Кто так говорит с бизнесменами? Кто говорит так с бизнесменами? Тогда был спровоцирован уже начало этого конфликта. А это было лишь порождение того, что произошло через время. Стоит отметить, что демократы до сих пор не выставили и даже не обозначили своего кандидата по Бельцам. Как и в случае с Кишиневым, Демпартия через подконтрольные СМИ работает на кандидатов от партии социалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова